Валерий Седов В Рязани стартовали 17-е летние спортивные игры компании «Роснефть». Школы под надзором, а так ли это на самом деле, росгвардейцы проверили всех. 13 июня в Успенском соборе Рязани торжественно встретили ковчег с частицей мощей Блаженной Матроны Московской. Святыня будет пребывать в нашем городе до 19 июня. Марина Романюк подробнее. Ковчег с частицей мощей принял и торжественно перенес в храм митрополит Рязанский Михайловский Марк. После краткого молебна собравшиеся могли поклониться святыне и молитвой попросить о помощи и заступничестве. В этом году мощи Матроны Московской приносятся из Свято-Успенского мужского монастыря города Московск в пределы различных епархий Центрального федерального округа. Буквально с 4 мая мощи уже посетили несколько годов Подмосковья, Елецкую епархию, Липецкую епархию, Тамбовскую епархию. И, наконец-то, прибыли в Рязань. Святая Матрона интересна тем, что она практически современница нам. Еще остались люди, которые видели ее живой и были свидетелями чудесных исцелений и предсказаний. Свидетельство того, что она слышит, она молится и она людям помогает. Как раз это свидетельство является лучшей проповедью в нашем мире. И поэтому как раз люди ее и почитают. Святая Николаев весь мир знает. Матрону Московскую вся Россия знает. К ней прибегают именно в своих бедах во всех. Житейских, духовных бедах, проблемах бытовых. И она слышит, помогает. Поэтому к ней шли, идут и нескончаемый поток. Я думаю, будет еще идти. После смерти Матрона продолжает помогать тем, кто обращается к ней за помощью. Вопросы у людей разные. Кто-то приходит к мощам за исцелением от болезни, кто-то с бытовыми или семейными проблемами. Мы молились о ребенке, ждали его очень. И у нас все получилось. И вот мы удачно привезли сюда к нам ее в Рязань. И вот мы сюда пришли от благодарности. Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых в стране, хотя была канонизирована относительно недавно, в 2004 году. Сейчас мощи блаженной постоянно пребывают в Покровском монастыре Москвы. Десятки тысяч верующих приезжают в столицу, чтобы помолиться у Ковчега. Святую особенно часто просят о помощи женщины, у которых нет детей. А в Рязани поклониться святыне можно до 19 июня. До этого дня ежедневно в Успенском соборе будут совершаться два молебна с пением Акафиста в 10 и в 15.30. В Рязани стартовали 17-е летние спортивные игры компании «Роснефть». Представительство нефтяников довольно приличное – 320 человек из 8 регионов. Всего будет 10 дисциплин. Сегодня день легкой атлетики. Команды бежали эстафету 4 по 400 метров. А также выявляли лучшего спринтера в индивидуальной дисциплине. Максим Васильев продолжит. Летние игры «Роснефти» – это такая корпоративная олимпиада. 10 дисциплин, больше 300 участников – свои записные фавориты. Рязанские нефтяники в этом смысле всегда на ведущих ролях. Выступление вне призовой тройки даже не обсуждается. Объективно, исторически какие-то вот эти моменты. Мы понимаем, что команды-фавориты – это «Удмуртнефть» и «Оренбургнефть». Тем не менее, что мы, что «Саратовский», что «Сызранский завод» – мы будем бороться везде за победу. Поэтому я вам сказал про фаворитов. Но победа может быть и у Рязани. В спринтерской эстафете 4 по 400 метров воля к победе помогла «Рязанцам» прийти вторыми в своем забеге. Все из-за тренировок, признается член сборной РНПК Станислав Фролченко. Свой этап он пробежал с лучшим для себя временем. Очень много сил потратили на тренировки. Рады, что приехали сильные соперники. Была жесткая конкуренция. Мы заняли второе место. За нас болели коллеги, семья приходит болеть. Они самые наши большие помощники и помогают нам преодолевать все трудности. Впереди у команды еще 9 дисциплин. А это уже не спринт, а самый настоящий марафон, который для работников РНПК, пусть и не будет легкой прогулкой, но учитывая серьезное отношение компании к занятию спортом, позволит сборной рязанских нефтяников и в этот раз выступить очень достойно. А вот у сотрудников МВД дистанции были уже не спринтерские, а стаирские. В Рязанскую область на чемпионат России по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу заявилось аж 59 команд. За 5 дней ведомственные спортсмены в сумме пробегут больше нефтяников. Женщины 3-х километровку, мужчины 5 километров. Плюс к этому их ждет кросс по пересеченной местности со стрельбой из пистолета Макарова на двух огневых рубежах. Для Рязанской области всероссийская спартакиада МВД по служебно-прикладным видам спорта – одно из самых ярких и масштабных событий этого лета. Больше 500 сотрудников практически со всей России, 59 команд, поэтому и состязания разбиты на 5 соревновательных дней. Вне зависимости от результатов, каждый из участников является высококвалифицированным специалистом, ежедневно защищающим спокойствие граждан и общественный порядок. Я уверен, что в честной и бескомпромиссной борьбе все участники соревнований продемонстрируют свое мастерство, навыки и умения. Летний биатлон и кросс по пересеченной местности, конечно, дисциплины не олимпийские, зато силу и выносливость полицейских выявляют сразу. У силовиков есть свои заслуженные мастера, как у мужчин, так и у женщин. Настоящая, можно сказать, без преувеличения, живая легенда последнего 20-летия российского в беге на выносливость. Заслуженный мастер спорта Елена Коробкина, представляющая МВД России по Московской области. Понятно, что тягаться с мастерами – то еще удовольствие. Впрочем, для большинства участников это все же своя внутренняя проверка характера. Иногда до финиша спортсмены набирали, что называется, из последних сил. А ведь впереди еще стрельба из стабильных Макаровых. Летний служебный биатлон, впрочем, это не только легкоатлетический кросс по пересеченной местности со стрельбой с пистолетом Макарова, а еще и командные эстафеты 4 по 1000. По итогам состязаний лучших назовут не только в командам, но и в личном первенстве. По каждому виду программы. Максим Васильев, телекомпания «Город». В управлении Росгвардии Призанской области завершилось профилактическое мероприятие под названием «Контроль». Основная цель – предотвращение правонарушений и чрезвычайных происшествий на объектах образования. Сотрудники Росгвардии проверили безопасность 600 образовательных учреждений области. Пока охранники в школах следят за безопасностью школ, за работой самих надзорщиков следят Росгвардейцы. Работа эта регулярная. С проверкой они приходят дважды в год. За две недели нужно обойти 600 учебных заведений города и области. Идут ли уроки или экзамены – неважно. Сотрудников отдела лицензионно-разрешительной работы интересует только так называемая входная группа. Проверяют у охранников документы и смотрят на форму одежды. Плюс документация на посту. Процедура простая, но соблюдают правила далеко не все. В работе 600 учебных учреждений – 9 нарушений. За отсутствие удостоверения частного охранника к административной ответственности привлечены 3 частных охранника. Еще 5 охранников привлечены за отсутствие личной карточки на форме надежды, либо самую форму надежды. Либо документов о прохождении периодической проверки. За вышеуказанные нарушения подчиненных охранников к ответственности привлечено одно должностное лицо. Штрафы за нарушения есть. Например, если нет самой лицензионной карточки – минус полторы-две тысячи из кармана охранника. Пять, если нет удостоверения. И еще отстранение от службы – моментальное. И самое главное – все эти нарушения сотрудники должны устранить в кратчайшие сроки. Увы, но истории, когда банки требуют погасить кредиты, за которыми граждане и не обращались, сейчас не редкость. Обезопасить себя от подобной ситуации можно. Для этого надо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории. Герман Гущин продолжит. По копии чужого паспорта мошенники научились оформлять кредиты или банковскую карту. К сожалению, о долге бедолаги узнают только от приставов. Доказать приходится не только отсутствие самой задолженности, но и легитимность доступа к своим заблокированным счетам. В Центробанке разработали новый правовой механизм, который позволит снизить риски несанкционированного использования личных данных. Для того, чтобы помочь людям справиться с этим злом, разработаны предложения в закон. Как это работает? Человек сможет в бюро кредитных историй поставить специальную отметку «Запрещаю выдавать мне кредит». Это такая самозащита. Это может быть запрет на выдачу только онлайн-кредита, для того, чтобы не было мошенничества с интернет-займами. Либо полный запрет на выдачу кредита и займов. Ставить специальную отметку. Функция бесплатная. Разрешено будет применять ее в том числе и через сайт госуслуги в личном кабинете. Отказаться от галочки можно столько раз, сколько нужно. Эта функция не ограничена. Если вам действительно нужен кредит, то после отмены самозапрета на выдачу кредитов в течение двух дней вы сможете получить необходимые денежные средства. Почему через два дня? Практика показывает, что все методы социальной инженерии направлены на то, чтобы подчинить человека воле преступника и ввести его в определенное психологическое заблуждение. Если есть небольшой период охлаждения, то есть точка разрыва в коммуникации, то, как правило, у человека хватает сообразительности, либо он поговорит с друзьями, со знакомыми, для того, чтобы понять, что происходит что-то не то. Мы думаем, что эти инновации помогут многим людям избежать рисков мошенничества и сделают их жизнь спокойной и безопасной. Также нужно помнить, что если средства были перечислены в банк, клиентом которого вы никогда не были, то значит и получить вы их не могли. Если же деньги выдавались банком, в котором у вас открыт счет, то стоит получить справку о том, что сумма, указанная в договоре, который вы якобы заключили, вам на счет не перечислялся. При оформлении займа онлайн потребуйте данные о том, какой номер телефона был использован. А дальше со всеми документами прямая дорога в суд. В случае успеха не забудьте отправить копию судебного решения в Бюро кредитных историй, чтобы убрать пометку о долге. Троица – один из важнейших праздников православного мира. Пятидесятый день после Пасхи в этот раз выполнен 12 июня. Как Рязань встретила праздник, расскажет Марина Романюк. Троица – день или Пятидесятница? Пятидесятый день после Светлого Христового Воскресения – день сошествия Святого Духа. Духов день – такие названия имеют дата. А еще его зовут Зеленое Воскресение, потому что дома и храмы приняты украшать зеленой травой и цветами. В этот день церковь напоминает о сошествии Святого Духа на апостолов, собравшихся на горе Синай. Так Бог явил людям свое триединство, свое единое существование в трех ипостасях – Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух. После сошествия на апостолов Святого Духа они заговорили на разных языках, смогли исцелять и предсказывать будущее. После этого ученики Христа отправились в разные части света, чтобы нести Слово Божие по миру и поведать всем о жизни Бога и Его мучительной смерти с целью искупить грехи людей. Троица по своей значимости уступала разве что Пасхе. Храмы украшают свежими цветами, ветками деревьев, свежескошенной травой. Священнослужители надевают зеленые одежды, цвет зарождения и вечной жизни. После праздничной утренней литургии принято служить Великую Вечерню. На Троицу в храме не принято просить что-либо у Бога, а лишь благодарить. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова